всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео хотел бы поговорить о том как я работаю со сторонними сэмплами и лупами многие часто спрашивают о том как лучше организовать работу сэмплами и я решил показать на своем примере ну наверняка если вы пользователь logic вы знаете что logic сам по себе богат различными сэмплами инструментами встроенными например есть большая библиотека apple loops в которой очень много разных готовых лупов и также есть конечно же библиотека для софтовых инструментов в которых тоже очень много сэмплов в том числе ударных и так далее то есть принципе можно собрать любую партию ну вообще все аранжировку можно сделать чисто средствами logic но конечно же многие музыканты идут дальше и хотят принести какие-то уже определенные звучания определенных жанров и конечно же среди обилия всего в logic вы не найдете прям каких-то конкретных лупов или каких-то сэмплов в том или ином таком конкретном жанре узком поэтому конечно же нужно пользоваться сторонними сэмплами их очень много в интернете есть сайты где продаются готовые пайки от известных фирм типа луп мастерс венженс еще много других фирм у меня есть также большая коллекция сэмплов которые я скопил за все эти годы и я хочу показать как я работаю собственно с этими сэмплами в logic я не не открываю как правило finder то есть можно использовать просто обычный finder оттуда перетаскивать просто перекидывать все сюда в лоджик но мне так неудобно то есть удобнее это делать через встроенный браузер здесь нас право браузер здесь мы выбираем all files и здесь можно собственно попутешествовать по своему по своим жестким дискам у меня есть отдельный диск сэмплс и на нем у меня есть папка специальная loops and samples вот она и здесь я все разделил на отдельные категории то есть сразу скажу я проделал очень такую объемную работу она заняла у меня порядка недели что я сделал я разделил все библиотеки которые были там скачаны из каких-то ресурсов либо приобретены разделил по конкретным категориям которые мне будут удобны то есть естественно это чисто мои категории это чисто мои какие-то идеи то есть это я вовсе не говорю что это единственный вариант из правильный какой-то то есть вы можете придумать какие-то свои я просто чисто для вдохновения решил вам показать как у нас это организовано чтобы вам было проще разобраться со своими лупами для чего я собственно это сделал я в один момент поймал себя на мысли на том что я многими сэмплером библиотеками просто не пользуюсь и не пользуюсь ими потому что у меня просто было в папке loops and samples просто огромная череда папок с какими-то странными названиями с перемешку название фирм с перемешку с названиями стилей сэмплов то есть все это было то есть огромное количество папок это было ужасно неудобно особенно нужно было быстро что-то найти в момент там вдохновения либо работы над песней то есть реально не до того чтобы там выискивать какие-то по папкам что-то где-то искать ну вот и пришлось мне все-таки выделить время и разделить все вот на такие папки к тому же вы знаете что все вот эти пакеты с сэмплами они как правило состоят из кучи разных файлов которые зачастую не всегда нужны то есть например есть сэмплерной библиотеки в которых там есть сэмпл для контакта для каких-то других сэмплеров там есть упакованные сэмплерные инструменты есть отдельно ваншоты есть уже какие-то готовые лупы то есть все это в одной папке лежит и этим очень неудобно пользоваться поэтому я разделил то есть меня здесь есть папка one shots это здесь как правило какие-то отдельный ваншот сэмплы каких-то инструментов у меня здесь разделено уже по категориям то есть ударные ударные также разделены бочки клэп и хай-хай ты но здесь все понятно то есть все что чем я пользуюсь я все вывел в отдельные категории и уже здесь в каждой из категорий у меня идут собственно эти вот название фирм название сэмплер на библиотек то есть как вы видите и я уже дальше могу открывать и здесь меня только бочки то есть меня интересует бочки я их могу здесь послушать здесь можно сделать тише громче и сразу что понравится им импортировать перенести в проект и сразу замечу что с той громкости которого суде стоит при предпрослушивании с той же громкостью вас загрузится и на трек этот сэмпл ну просто такой такое замечание соответственно вот так я с этим работаю то есть меня вот тут все бочки то есть это все фирмы производители это из оригинальной библиотек я это оставил специально чтобы понимать что откуда конечно можно было так не заморачиваться можно было просто взять какую-то общую папку и разделить бочки там по жанрам по стилям но я не стал так делать я решил оставить оригинальной библиотеки во первых это будет мне сигнал что у меня уже эта библиотека есть например если я где-то увижу или там в каких-то там магазинах увижу куницы сборник библиотек вполне вероятно что я просто забуду что у меня уже есть чего нет если все это объединить в одну папку вы просто со временем забудете что вас конкретно есть чего у вас нет вот поэтому конечно же я не стал этого дела то есть у меня здесь сохранены оригинальные названия библиотек откуда те или иные ваншоты взяты но здесь только бочки и то же самое у меня например и если мы вернемся к барабанам то же самое например с клепами то есть здесь тоже самое то же самое с тарелками ну то есть я думаю идея понятно то есть я все разделил вот по таким категориям уже внутри у меня название уже конкретных производителей и там внутри лежат только те папки точнее те сэмплы которые относятся вот к этим вот названием категорий соответственно отдельным есть папка loops где у меня здесь уже разделены также инструменты то есть у меня есть вас духовая секция уже готовы какие-то лупы собранные из нескольких партий есть construction kits для тех кто не знает когда у нас в библиотеке сразу доступны все партии то есть у нас есть и бас и барабан и все это как часть одного такого лупа это называется construction kits то есть когда вы можете уже брать целиком какие-то партии что-то убирать и добавлять что-то свое также меня здесь есть ударные уже лупы готовы то здесь именно лупы то есть мы их можем использовать вот соответственно вот такой вот набор и всего остального то есть тут вокалы какие-то есть и капеллы сразу скажу я не очень часто пользуюсь лупами но порой бывает нужно воспользоваться чтобы что-то сделать что-то придумать либо сразу найти какой-то готовы там перкуссию например я очень часто пользуюсь лупами перкуссии здесь тоже большая коллекция перкуссии разных бразильской какой-нибудь электронной перкуссии то есть это порой помогает оживить как-то трек добавить мне какую-то изюминку поэтому я часто это использую и вам тоже советую и соответственно когда вот так все организовано то есть когда вы уже к этому привыкли к этой организации гораздо удобнее гораздо скажем так легче этим всем пользоваться потому что реально раньше ну просто чтобы найти какой-то луп или какой-то сэмпл особенно если помнишь ты его где-то слышал но не помнишь где именно это ну просто ни о каком творчестве уже речи нет ты когда полчаса уже тыркаешься по папкам туда-сюда естественно уже всякое вдохновение уходит ты уже забываешь идею ну и в общем ничего хорошего в этом нет поэтому я настоятельно рекомендую все-таки вам привести если вас уже есть какие-то библиотеки во первых в них разобраться то что не факт что все что там в них есть вам нужно а это занимает так или иначе размер вашего жесткого диска и к тому же вы просто будете ориентироваться что у вас есть какие жанры какие вообще там что-то полезное потому что я неоднократно натыкался среди сэмплерных библиотек такие которые ну просто я точно не буду нигде использовать то есть я их видимо как-то где-то там скачал либо мне кто-то их переслал не на всякий случай взял но потом послушал понял что мне это не нужен то есть я почистил знатно свою коллекцию оставил только то чтобы действительно когда-то может пригодиться вот и создал такие свои категории вы можете создать свои и по нему здесь так очень легко путешествовать и все перетаскивать в проект лоджика прям из лоджика то есть не нужно никакой открывать finder либо еще как их слушать то здесь все можно послушать посмотреть очень удобно и я вам советую ну что ж на сегодня все увидимся с вами следующих видео